За последние два года в России родилось более 6 миллионов человек. Это рекордный показатель за прошедшие 20 лет. К сожалению, не все роды проходят гладко и легко. Для решения гинекологических проблем создан научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова. На его базе расположена одноименная кафедра медицинского университета имени Сеченова. Здесь ежегодно появляются на свет более трех с половиной тысяч новорожденных. Для меня большая честь сказать несколько слов о нашей кафедре, которая была организована в 2000 году академиком Кулаковым Владимир Ивановичем. И при этом отметить, что 6 января 1944 года, так давно, когда мы еще не перешли границы нашей родины, комиссариат народного здравоохранения подписал приказ, которым был организован научный институт акушерства и гинекологии, наш прародитель. И мы продолжаем просто менять эти имена. КОНЕЦ Это кафедра после вузовского образования. Здесь нет студентов, а слушателей, врачей, гинекологов называют курсантами, которые приехали повышать квалификацию не только со всей России, но и из ближнего зарубежья. Согласно утвержденному учебному плану, на кафедре за учебный год проходит до 12 циклов. Из них 6 сертификационных и 6 тематического усовершенствования. Тематическое усовершенствование посвящено самым актуальным и основным востребованным вопросам в акушерстве и гинекологии. Это детская гинекология, кольпоскопия, патология и шейки, это гинекологическая эндокринология и другие. За год проходит на кафедре 600-700 курсантов. Курсанты получают информацию не только непосредственно в аудиториях. Здесь есть специальные тренажеры, классы и видеоконференц-залы для дистанционного обучения. Благодаря современным технологиям можно перенять опыт ведущих мировых экспертов. Практические навыки курсанты получают, присутствуя на хирургических операциях. В центре их проходят до 25 в день. За истекший 2011 год в нашем центре выполнено более 3800 гинекологических операций. Всего у нас 6 гинекологических операционных, которые оснащены по последнему слову техники. Вот одна из них находится за моей спиной. Здесь, как вы видите, есть и эндоскопическое оборудование, и оборудование для выполнения всех гинекологических операций. Заниматься здоровьем женщин необходимо с раннего возраста. Именно поэтому здесь очень трепетно относятся к гинекологическим проблемам девочек и подростков. В настоящее время мы проводим обучение на кафедре акушеров-гинекологам по вопросам охраны репродуктивного здоровья девочек. Это очень сегодня актуально, потому что совершенно четко в последние годы было показано, что плохое здоровье у девочек и подростков приводит к проблемам во взрослом состоянии. Поэтому, когда девочки к нам поступают в отделение, и врачи это могут видеть, которые приезжают на кафедры, мы используем самые высокоточные технологии. Например, вот этот прибор, который является офисной гистероскопией, позволяющий быстро диагностировать причину маточных кровотечений при госпитализации девочки. Мы предлагаем его осваивать и использовать в своей практике. Конечно, уникальной работой сотрудников отделения и кафедры является то, что мы принимаем участие в разработке современнейших стандартов на обследование всех девочек с гинекологическими заболеваниями в возрасте от 0 до 18 лет. Будущая роженица, прежде чем попасть к определенному специалисту, должна пройти через терапевтическое отделение. Здесь берутся вести будущих мам с любыми патологиями. В терапевтическом отделении наблюдаются беременные женщины с различными экстрагенитальными заболеваниями. Сегодня есть возможность вести беременность у женщин с более тяжелой соматической патологией, той, которой раньше мы не в состоянии были обеспечить материнство. Примером этому является материнство у женщин с трансплантированными органами. Кафедра обучает учащихся современным методам ведения беременности и родоразрешения. В двух отделениях научного центра кушетства и гинекологии ежегодно проходит около 3,5 тысяч ротов. Учитывая, что контингент пациенток достаточно сложный, с экстрагенитальной патологией, тяжелым диабетом, артериальной гипертензией, большой процент женщин с множественными умами матки, с пороками развития матки. Поэтому нередко в родах могут возникать ситуации, требующие экстренных вмешательств, экстренного родоразрешения. Поэтому необходимый набор оборудования включает приборы слежения за состоянием гемодинамики матери, дыхательной функции, напряжением газа в крови, оценки состояния ребенка. Мало кто знает, что первое искусственное оплодотворение в нашей стране провели в 1986 году, здесь, в центре. Родилась Лена Донцова. Сегодня у Лены уже у самой есть здоровый ребенок. Эту уникальную тогда операцию провел академик Кулаков. В настоящее время в мире уже миллионы детей, рожденных с использованием методов вспомогательных репродуктивных технологий. У нас есть мощнейшая нейронатальная педиатрическая база. Пять отделений для здоровых новорожденных, для детей, имеющих проблемы. Сейчас мы находимся в отделении патологии новорожденных, где ребенок доводится до такого состояния, чтобы можно было выписать домой. Ребенок, имевший какие-либо заболевания, проблемы. Мама находится вместе с ребенком, она учится за ним ухаживать, она учится его понять, что очень важно, учится не бояться, учится и притронуться, и ухаживать, и кормить, и находится под постоянным наблюдением медицинских работников. Это очень важно. У нас 15-коечное отделение хирургии новорожденных, 16-коечное отделение реанимации новорожденных, и, наконец, детская поликлиника. Мы из-под своего крыла не выпускаем детей, пока они уже полностью не войдут в самостоятельную такую жизнь, не забудут о бывших у них проблемах. Отдел рентген-ардиологической диагностики состоит из нескольких отделений. Это отделение общего рентгена с кабинетом денситометрии, подразделение диагностики и лечения патологии молочной железы, подразделение МР-томографии с кабинетом фуз-терапии, радионуклидная диагностика и подразделение рентгено-хирургических методов диагностики и лечения. Основные наши пациенты – это новорожденные дети, особенно с пороками развития. И самое современное оборудование, которым оснащено отделение, позволяет тщательно планировать предстоящие реконструктивно-пластические операции. Это пациентки детской гинекологии, также с пороками развития. И, конечно, это взрослые женщины, страдающие инфильтративными формами аденомиоза, которым также нужно очень тщательное планирование операции. Все женщины желают быть красивыми, особенно после родов. Поэтому курсанты обучаются новейшим методам восстановительного лечения и реабилитации в акушерстве и гинекологии. В гинекологическом отделении восстановительного лечения представлены широкие возможности для реабилитации пациенток как в послеоперационном периоде, так и в послеродовом периоде. В нашем отделении представлены кабинеты электрофизиолечения, кабинеты для проведения больного лечения, ванный зал. И большое внимание мы уделяем реабилитации пациенток с оргинекологическими заболеваниями, в частности, при недержании мочи у женщин, при ослаблении тонуса мышц таза во дна. Кроме того, мы большое внимание уделяем раннему выявлению сексологических заболеваний у пациенток и для этого проводим всевозможные реабилитационные мероприятия. В данный момент проводится сеанс тренировки мышц таза во дна в режиме биологической обратной связи, который показал свою высокую эффективность для данной категории пациенток, потому что мотивация пациенток повышается в ходе этих тренировок, и эффективность тренировок мышц таза во дна в данном режиме является максимальной. Начиная с 2010 года, производится модернизация андрологической службы центра. Дополнительно сформирована группа специалистов по этому направлению. Внедрение клинической практики, современные возможности науки и техники позволили сегодняшний день расширить возможности андрологической помощи в нашем центре. Внедрение вот такого микрохирургического аппарата, микроскопа, конечно, расширили возможности использования, получения материала из яичек, особенно самой тяжелой группы пациентов с пациентом азоспермией. Используя данные методики, мы сегодня внедрили клиническую практику в такой методик, как микрохирургическая теза, и это позволило нам получить почти 50-60% случаев пригодные сперматозоиды для проведения вспомогательных и продуктивных технологий у самых тяжелых групп пациентов, особенно страдающих секреторной азоспермией, которые были уже до нас неоднократно оперированы с отрицательными результатами. Большое внимание на кафедре уделяется научной исследовательской работе. За пятилетний период сотрудниками кафедры опубликовано более 220 печатных работ, в том числе и ряд монографий, учебников, учебных пособий. Среди монографий такие монографии, как рациональная фармакотерапия, вакушерство, гинекология и неонатология в двух домах, руководство по неотложным состояниям вакушерстве, учебные пособия по актуальным вопросам акушерства и гинекологии, по диагностике и терапии анемии у беременных и родильниц, также руководство по профилактике рака шейки матки, изданное в течение последнего месяца. За этот же период сотрудниками и аспирантами кафедры защищена одна докторская диссертация, 16 кандидатских диссертаций и 6 кандидатских диссертаций представлены к защите. Естественно, у врача-акушера-гинеколога существует и потребность, и необходимость в постоянном повышении квалификации. Я с этой целью выбрала кафедру акушерства, гинекологии, перинатологии и репродуктологии Московской медицинской академии, ныне Первый Московский медицинский университет имени Ивана Михайловича Сеченова. И не ошиблась, поскольку кафедра дала мне возможность повысить до современного уровня знания во всех областях акушерства и гинекологии. Отрадно думать, что те все знания, которые мы здесь получили, будут применены для моих земляков. Хочу благодарить от их имени за все те новые знания, что мы получили на кафедре акушерства и гинекологии Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова. Думаю, главное, что мы пытаемся соединить действительно возможности лечебные, научные, педагогические, образовательные вот в этом огромном конгломерате. Иногда что-то получается, а то, что не свершено, я думаю, что мы дождемся того времени, когда это случится, и мы покажем какие-то новые грани нашего взаимодействия и нашего развития. Редактор субтитров А.Семкин